Добрый день, уважаемая студия. Добрый день, уважаемые телезрители. В первую очередь хотел бы поздравить сегодня два таких свята, Ден Мисового Самовредования, а также хочу приветствовать всех, человек и женок с Днем Збройных Сил Украины. Этот праздник, который не имеет ни национальной, ни возрастной, ни половой принадлежности, потому что на востоке Украины сейчас в боевых действиях участвуют все независимосты, это православные или мусульмане, женщины или мужчины. То есть обязаны защищать родину, это действительно долг каждого гражданина Украины. И всем нашим телезрителям и всем жителям Украины я хочу пожелать мирного неба над головой. Евгений Викторович, и хотелось бы начать наш разговор с вопросов, которые у нас накопилось немало. Вы, как депутат городского совета, хотелось бы поговорить о вашем округе. Проблемно ли он? Какие есть проблемы? Что удалось решить за это время? Спасибо. Ну, мой округ находится в территории Старого Водопоя, а именно большая часть округа на улице Казарского, также прилегающий частный сектор. Да, округ действительно был проблемный. Много времени это считался неблагополучным районом. Были проблемы с транспортом, были проблемы с инфраструктурой, ну, это проблемы вообще городские. Всего лишь за год мне удалось добиться каких-то незначительных результатов, но основное время еще впереди. Первый год был ошибок, первый год был ошибок и получение какого-то опыта. Пока мы в депутатском корпусе все притирались друг к другу, пока была линия, постановка линии руководителей коммунальных предприемств, пока потеряли много времени. Также мы потеряли очень много времени из-за того, что очень поздно приняли бюджет, это, я не ошибаюсь, было в апреле. То есть мы упустили несколько теплых месяцев, из-за которых мы могли бы уже сделать какие-то дворы, дороги. Самое большое достижение, которое, наверное, я могу отметить, это асфальтирование частного сектора. Мне в этом году удалось действительно заасфальтировать много улиц, много километров уложить нового асфальта. Это переулок Восточный, улица Восточная, переулок Чапаева, улица Чапаева, переулок Гончарова, улица Гончарова. Может, еще что-то пропустил. То есть навели также порядок. Я взял, как вы знаете, под опеку школу номер 27 и наш садик номер 79. В школе проблем меньше, в садике было очень много проблем с питанием. Как вы помните, мы обращались в прокуратуру, создали инициативную группу из нескольких депутатов и коллективными обращениями проводили там расследование. Выявили очень много нарушений, очень много фактов. У нас задокументировано о некачестве питания, о некачественном питании. Также много было выявлено нарушений с тем, что в питании присутствуют запрещенные красители, которые вызывают какие-то там расстройства или какие-то в будущем заболевания. Поэтому была все-таки смена руководства КОПа, был исполняющий директор, вы знаете. И сейчас поставили нового руководителя, и питание в детских садиках улучшилось. То есть мне уже жалоб не поступает на качество питания. Даже, к сожалению, за один год нам пришлось в садике поменять два руководителя. И участвовал третий руководитель, дай Бог, чтобы справлялась у нас с поставленной задачей. Но пока на данный момент я вижу только позитивные какие-то моменты в ее деятельности. Почему такие сменные? Недоверие было? Не то, что недоверие. За 20 лет, грубо говоря, прошлого первого руководителя садик не сдинулся ни с никакой точки. Второй руководитель не выдержал, видно, нагрузки, ушел сам. Третий руководитель все-таки взял на себя смелость и ответственность продолжать линию реформ, которую мы запланировали в этом садике. И мне удалось выбить из бюджета на следующий год утепление фасада. Это около несколько миллионов гривен. Также ремонт спортзала. Уже были заменены некоторые окна, также своими силами. И благодаря компании Happy Life участвовала тоже в благотворительной акции. Нам удалось найти какое-то понимание по бесплатной установке окон. За мои депутатские деньги я там построил три веранды, накрыл крышей три веранды для деток. В следующем году мы продолжим еще накроем две веранды. То есть, я думаю, за несколько лет ситуация кардинально изменится, улучшится. И вы увидите на своих глазах все эти позитивные изменения. А как ситуация на вашем округе обстоит с проблемами жилищно-коммунального хозяйства? В частности, как отопительный сезон у вас проходит? Отопительный сезон проходит благополучно. То есть, начался без каких-либо проблем. Котельная на Казарску работает в автономном режиме. Единственное, что когда начался отопительный сезон, батареи были слегка еле-еле теплые. Ко мне обратились граждане. И по первому же звонку Валентину Гайдаржи была сразу дана команда отрегулировать настройки. И буквально через час жители получили качественный продукт. Были такие ситуации в городе с началом отопительного сезона, когда, к примеру, те дома, которые уже стали у СМД, они немножко затягивали отопительный сезон, чтобы сэкономить. Как ситуация обстоит на вашем округе? Активно или неактивно у вас? Жители или все же остаются больше под покровительством ЖЭКом? Что выбирают? Я в своей компании бесплатно проводил акцию, то есть мы подготавливали весь пакет документов для перехода в СМД, ходили, разговаривали с жителями, делали собрания. Люди боятся принимать ответственность. Они привыкли, что за них кто-то должен делать что-то. И приходят ко мне жалобами, почему ЖЭК мы платим уже каждый день, каждый месяц такую-то сумму, почему они нам не оказывают услуги? Я говорю, это вы не мне задавайте вопрос, это вы себе задаете вопрос. Что такое СМД? Это, иными словами, коммунальная собственность приходит в вашу личную собственность. Получается, у вас как частный дом многоквартирного типа. Вы сами принимаете решение, когда вам начать отопительный сезон, когда закончить, устанавливаете тарифы, по каким вы хотите осуществлять квартирную плату. Я не вижу ни одного минуса в СМД, только одни плюсы. Возьмем, к примеру, в вашем ЖЭКовском доме есть подвал. Этот подвал может занимать фитнес-центр, какая-то ремонтная мастерская, магазин. Деньги, полученные от аренды этого помещения, идут в ЖЭК. Вы не получаете как жильцы ни копейки. В данном случае, если вы приходите в СМД, так право собственности на все помещения переходит к жильцам. И поэтому на общем собрании вы можете решать, кому предоставить этот подвал в аренду, и эти деньги, и стопроцентная оплата будет идти в фонд ОСМД. Что же как, соглашаются или не соглашаются? Нет, к сожалению, пока не соглашаются, потому что боятся брать ответственность. Вот смотрите, бывает дом, два подъезда. В одном подъезде более-менее сделали трубы порядок, в другом немножко бардак. И жители не готовы еще брать ответственность, нести какое-то материальное вложение в соседний подъезд своего же дома. То есть, она так не придет, я думаю, год-два не придет, потому что, насколько я помню, мы продлевали жизнь ЖЭКом только до апреля, до 1 апреля. Поэтому, что такое придет управляющая компания, что такое управляющая компания? Это те же услуги, только ЖЭК, как и у ЖЭКа, только она является прибыльной, а СМД является неприбыльной организацией. Если вы являетесь прибыльной организацией, вы, естественно, платите НДС. То есть, по сути, как минимум на 20% все коммунальные услуги будут дороже. Плюс, естественно, частная компания хочет что-то заработать, она же не просто так благотворительностью занимается. Поэтому тарифы поднимутся как минимум на 30-40%. Я все-таки призываю жителей перейти в СМД, потому что, в первую очередь, я сам живу в СМДшном доме, мой дом является СМД. И он был изначально кооперативный 20 лет дому, 20-30 лет он был кооперативный, и в последующем перешел в СМД. Никаких проблем они не испытывали. Мало того, в этом году на своем районе я установил новых 9 лифтов. И в СМДшном доме мы поменяли 4 лифта, сделали полностью капитальный ремонт, новые кабинки, очень красивые. По программе 90 на 10. То есть жители мне не верили, что может такое быть, и ремонт лифта затянул на 300 тысяч лифтов. Они говорят, у нас нет таких денег. Я говорю, не волнуйтесь, есть программа 90 на 10. Они говорят, да, ну это ж, как всегда, сказки не может такого быть, что государство платит. Я говорю, все будет нормально. Буквально за пару месяцев поставили, пустили в эксплуатацию 9 новых лифтов. Евгений Викторович, хочу с вами поговорить еще о проблемах коммунальных предприятий нашего города. Ну, в частности, наверное, самая такая нашумевшая ситуация, это, конечно же, с КП Гуртожитком, с арестованными счетами, с той колоссальной, за миллионы задолженностью, которая сейчас есть у предприятия. Как депутатский корпус рассматривают ли эти проблемы, какие пути выхода и пути решения ищут депутаты? Что предлагают? Ну, давайте начнем смотреть в корень проблемы с коммунальными предприятиями. Как раньше существовала система политическая в нашем городе. Вы знаете, что много лет был несменяемый мэр, много лет были, можно сказать, несменяемые депутаты. Некоторые оставались в кресло депутата 20 лет. И, естественно, все депутаты были, можно сказать, в одном клане, в одной, так сказать, большой фракции. И как раньше решались все вопросы. Каждый депутат курировал какое-то конкретное коммунальное предприятие, поэтому это был больше бизнес для них. Естественно, как вы видите, в этом году ситуация изменилась колоссально. Всех директоров коммунальных предприятий, ну, не всех, многих, которые занимали должность очень много лет, поменяли на новых, молодых и, на мой взгляд, перспективных людей. И ситуация начинает меняться к лучшему. В чем была проблема гуртожитка? Гуртожиток работал с Облэнерго, с водоканалом и прочим, не напрямую. То есть не было прямого абонирования. Была какая-то фирма, скажем, как ее называют, в прокладке, через которую поступали средства на эту фирму, а эта фирма рассчитывалась уже с Облэнерго или с водоканалом. И у меня была такая проблема на округе. Отключили общежитие от света. Естественно, жители звонят мне, я приехал разбираться, я приехала Облэнерго. Жители говорят, мы на каком основании вы отключаете нас от света? Они говорят, у вас задолженность. Я говорю, как задолженность, если мы платим? Я беру, смотрю квитанции, действительно, стопроцентная оплата у жителей. Беру акт Облэнерго за должность. Куда подевались деньги? Неизвестно, потому что деньги ушли на эту фирму, которая делает расчет с Облэнерго. А куда там деньги делись, пускай этим занимаются правоохранительные органы. Естественно, нам удалось добиться какого-то диалога с Облэнерго. Спасибо, мне пошли навстречу. Они подключили дом к электричеству при условии, что все жители напрямую перейдут, сделают прямое абонирование с Облэнерго. И это исключает каких-либо коррупционных рисков. Страдают жители, в принципе. К сожалению, страдают жители из-за неправильного руководства. А как быстро можно ускорить этот процесс, вообще перейти на прямое абонирование? Ну, Облэнерго идет навстречу. Сейчас вы должны прийти в Облэнерго, и специалисты вам помогут перейти на прямое абонирование. Они заинтересованы в том, чтобы деньги получали. Они напрямую. Потому что предприятия прокладки, они просто не платят, не перечисляют эти деньги. И, естественно, это заинтересованность двух субъектов. Как и физических лиц, так и Облэнерго. А как вообще быть самим предприятием с теми колоссальными долгами? Депутаты некоторые говорят, что не видят стратегии развития предприятия, не видят какого-то экономического, скажем так, даже плана. То есть, что будет в будущем? Какие есть пути решения этой проблемы? Спасибо за вопрос. На самом деле, как я вижу, тут надо четко разделить, это мое мнение субъективно, четко разделить предприятие. Посмотреть, можно ли его вытянуть с долговой ямы. Можно его сделать рентабельным. Если нет, то, к сожалению, его лучше просто обанкротить и создать новое предприятие. Объявить это коммунальное предприятие банкротом, создать новое коммунальное предприятие. И уже под новым, с чистой, так сказать, совестью, с чистыми долговыми какими-то обязательствами идти вперед во благо граждан. Иного пути, к сожалению, я не вижу. Потому что бездонная яма, влаживая деньги в бездонную яму, нет смысла никакого. Как ситуация обстоит с коммун-трансом? Какие там проблемы? В коммун-транс были небольшие проблемы, но мы нашли общий язык, нашли диалог. Как вы помните, был конкурс, я состою в комиссии по вывозу твердых бытовых отходов. На конкурсе было четко указано, что подбор мусора с мусорными баками должно осуществлять предприятие перевозчик. Что же мы видели по факту? Когда я приехал к себе домой, я видел, после того, как выехал мусоросборщик, полный двор был загажен мусором. Естественно, на мои звонки отвечали, это не мы, не наша обязанность. Нам пришлось поднять этот вопрос на комиссии ЖКХ и вызвать соответствующих должностных лиц, на котором четко было сказано, что да, действительно, коммунальные предприятия, которые вывозят мусор, должны подбирать, сделать подборку мусора за собой. В итоге вижу немножко улучшения в этой сфере. Дворы стали чуть-чуть чище и нет такого, как в прошлом году, что мусор лежал, валялся, там вот три дня не убирали, сейчас они справляются с нагрузкой. Естественно, на конкурсе участвовало много предприятий, я тоже, как депутат, отдавал свой голос за коммунальные предприятия, они должны работать, коммунальные предприятия. И просто таки мы можем контролировать, проверять, потому что частник сегодня работает, завтра ищи его. А мусор – это проблема, можно сказать, стратегического масштаба, она может привести к каким-то, не дай бог, заболеваниям в летнее время. И это очень важный вопрос, надо серьезно к этому относиться. Но мы достигли каких-то прогрессов в этом вопросе. И еще одна проблема нашего города, конечно же, это бездомные собаки. Какие пути решения этой проблемы видите вы, и как бороться-то с теми животными, которые просто заполонили дворы, заполонили всю придомовую территорию, да просто гуляют по улицам, что иногда с детьми даже страшно выйти в парки и пройти просто улицами города. Как решить эту проблему? К сожалению, проблема действительно есть, она актуальна и достаточно серьезна. И, насколько вы помните, несколько месяцев назад именно я был инициатором создания рабочей группы, которая изучала проблему бездомных собак. Мы на комиссию пригласили директора Центра защиты животных. Какие были варианты? Кто-то говорил усыпление собак. Вот мне на улице много подходят людей. Почему их нельзя как раньше взять и усыпить? Ну, во-первых, это не гуманно. Во-вторых, по Женевской конвенции мы не имеем права усыплять животных. Как происходит процесс контроля собак? Собака отлавливается, изучается на наличие каких-то заболеваний, делаются медицинские манипуляции, которые предотвращают дальше появлению потомства у этих животных. Собака чипируется и отпускается на волю. Это, наверное, единственный путь, которым стоит идти для того, чтобы уменьшить количество собак в городе. Иных способов я, к сожалению, не вижу. И также наукой доказано, что размножению собак способствует кормовая база. То есть, призываю всех жителей не подкармливать собак. Когда у собаки достаток пищи, они готовы к размножению и начинают размножаться в большом количестве. Если, как у любого животного, собака, она с голоду не умрет. Но если у нее какой-то дефицит еды, то естественные процессы предотвращают их появлению потомства. Как обстоит работа с Центром защиты животных? Какие-то препятствия, какие-то камни преткновения есть? Нет. Раньше мы в этом году сменили директора Центра защиты животных. И зашла туда новый руководитель. Как бы рано еще оценивать их работу, потому что мало времени прошло. Всего несколько месяцев. То есть, я думаю, через год мы должны увидеть какой-то результат. И там уже будем судить, давать оценку ее работе. Насколько я знаю, был какой-то там инцидент. Инцидент был на этом предприятии, когда пытались депутаты надавить, так скажем, на этого нового директора, используя свое служебное положение. Но директор молодец, она не пошла на уступки. Она действовала с действием законодательством Украины. Евгений Викторович, я хочу с вами поговорить о предстоящей сессии. Что ожидается услышать на следующей сессии? И, конечно же, вопрос о структуре городского совета. Будет ли, не будет он обсуждаться и приниматься с депутатами на предстоящем пленарном заседании? В общем, какие ваши ожидания? Благодаря тому, что секретарем городского совета стала Татьяна Казакова, наконец-то у нас появился нормальный секретарь. И сессии, бардак в сессиях постепенно прекращается. Раньше земельную сессию мешали, как говорится, как в Бородинос. Мешались люди-кони, все переругались, все пошли домой. И жители от этого страдают, потому что у кого-то определение аренды, у кого-то приватизация частного дома. Сейчас мы решили разделить эти вопросы. У нас будет в эту сессию четверг только земельные вопросы. Никакие дополнительные вопросы о структуре и о замах обсуждаться не будут. Потому что мы опять переругаемся, опять мы разойдемся, будет какой-то бойкот. И от этого пострадают кто? Жители, в первую очередь. Также хочу обратить внимание, что очень большие риски существует сорвать эту сессию по утверждениям замов. Потому что оппозиционный блок поставил ультиматум. Он говорит, что мы не будем голосовать за структуру, если вы не дадите нам какого-нибудь главу администрации какого-то района. Но это просто, у меня это не укладывается. Это просто контроль над каким-то, не знаю, бизнес-потоками. Или как это можно назвать. Мы не должны бороться за должности, держаться за кресло. Кстати, хочу обратить внимание, по всем рейтингам, было недавно 100 запросов, у БПП нет ни одного руководителя коммунальных предприятий, ни одного где-то зама или что. БПП придерживается демократических принципов. И мы специально стараемся не влазить в процессы какие-то политические. Депутат на городского совета должен заниматься только местным самоуправлением. То есть это хозяйственная деятельность. Мы не должны играть в политику, делать какие-то на политической арене. Мы выступать не должны. Мы должны заниматься кровлей, крышей, распределяем бюджеты, чтобы были дороги, чтобы строились больницы. Какая разница, это депутат от БПП, оппозиционный блок, или от третьей силы поставит там бордюр или дорога? Никакой. Но, к сожалению, мы одной фракции видим игру в политику, что в органах местного совправления не должно иметь места. А раз эта сессия будет земельная, когда же будут вопросы о структуре. Да, это будет чисто земельная сессия. Вопрос о структуре, скорее всего, на мой взгляд, перенесется на 19 число. Евгений Викторович, я благодарю вас за то, что вы были гостем в нашей программе, за то, что вы ответили на все мои вопросы. Еще осталось немало, но, к сожалению, время нашего эфира уже стекло. Спасибо вам, спасибо, дорогие телезрители. А нашим телеградачам я хочу еще раз нагадать, что гостем в нашей студии был Римар Єген Викторович, депутат Миколаевського, МИСКОЙ РАДИ, от фракции Блока Петра Першинка «Солидарность». На все добре. Девчонки «Солидарность» Так мило нагадують про все наше життя. Жіноча шкатулочка завжди таїть в собі якусь загадку, будучи безмовною і надійною берегинію жіночих секретів, важливих листів і любовних записочок, милих дрібничок і дорогих прикрас. Відкриємо її кришечку та дізнаємось про всі її таємниці. Спочатку шкатулки були простими дерев'яними скриньками з кришкою. Їх прикрашали малюнками, різбленням, оформляли дорогоцинними каменями, оббивали всередині красивою тканиною. Пізніше шкатулки робили з різних матеріалів, не тільки з дерева, але й з каменю, металу, кераміки. Скриньки виготовлялися вручну, часто за індивідуальним замовленням для конкретної людини і для певної мети. З цієї причини така шкатулка деколи могла бути навіть дорожче, ніж те, що в ній знаходилось. Щоб уберегти її зміст від сторонніх поглядів і злодійства, шкатулки закривалися замками, оснащувалися потаємними подвійними або навіть потрійним дном. Відкрити такий замок з секретом міг тільки їх творець, сам власник і обмежена кількість людей. Згідно давньогрецького міфу, Зевс заховав всі біди і надії у скриньку і строго-настрого заборонив її відкривати. Але Пандора з цікавістю відкрила заборонену шкатулку і на землю, і мешканців обрушилися незліченні біди і нещастя. А на дні скриньки з волі Зевса залишилися тільки надії. Одна з дев'яти мус покровителька історії Кліо зображується з грифелем і сувоєм або зі скринькою для сувоєв. Шкатулка використовується як двері, що відчиняють прохід в інші виміри, шлях до фантастичних міжзоряних переміщень. А єгипетська царіця Клеопатра зберігала в скринці не тільки свої коштовності, але й пахощі, зброю і навіть отрути. Шкатулка з'явилася з глибокої давнини з держав Сходу. З тих пір її концепція практично не змінилася, але стали використовуватися сучасні матеріали і трохи була удосконалена схема її створення. Якісно спрацьована з дерева, виточена з каменю або вирізана слоновою або моржевою кістки. Щого б не була зроблена шкатулочка, завжди зберігає вона всередині маленьку загадку. Вчені вважають, що спочатку були створені скриньки для прикрас. Талановиті умійці східних держав вже дві тисячі років тому виготовляли футляри з дерева різної форми і розмірів. Розписували їх смалою рідкусною лакового дерева. Прагнучи перевершити інших, майстри створювали все більш і більш вправні технології шліфування. Так була виненена технологія дрібного випилювання по деревині і прийоми прикраси шкатулок шкірою або тканиною, обробки кристалами, цінними металами і кісткою слонів і моржів. Ці футляри ставали великою цінністю самі б собою, адже найчастіше в обробці використовувалися цінні метали або дорогоцінні камені. Користувалися популярністю шкатулки для коштовності і стародавній Русі. Майже в кожному будинку була шкатулочка, де її власниця зберігала прикраси, дорогі серцю дрібнички або подарунки. Тих, кого цікавлять різні пристрої, напевно, зацікавлять музичні шкатулки. Їхня батьківщина – Швейцарія, а місцем, де народилася смілива ідея коробок мелодії, прийнято вважати фландрюю. Тут з'явився складний музичний механізм, пізніше укладений в коробочку. І оскільки Швейцарія – це країна не тільки сиру і надійних банків, а також і найкращих у світі годинникових систем, то немає нічого вражаючого, що майстер Швейцарії створив систему з шестернею металевих пластинок і зубчиків. Вона грала дзвінку музику після того, як футляр відкривався. До речі, саме майстрам Швейцарії прийшло в голову виготовляти особливі скриньки для годинників. Музичні скриньки почали своє існування в 1796 році. Виготовив перший музичний механізм годинникар з Женеви Антуан Фавр. Спочатку ці музичні механізми вбудовували у флакони для парфумів і годинників. Тільки через два десятиліття була винайдена музична скринька, в яку вбудовувався спеціальний пристрій – гребінка. Такий механізм може відтворювати кілька мелодій в скринці, а час звучання може досягти однієї хвилини. Музика з шкатулки включає тільки найпопулярніші і характерні для даного твору ноти, щоб її легко можна було впізнати. Яких тільки не придумували музичних скриньок. Шкатулки з піваючими пташками, з танцюючими фігурками, з обертовими картинками і так далі. Цікаво, що матеріал, з якого буде виготовлена шкатулочка, не так просто підібрати. Матеріал корпусу обов'язково повинен бути тонким, забезпечувати вібрацію і в той же час міцним і стійким, щоб утримувати скриньку з музичним механізмом. Це були вироби стінних видів деревини і практично завжди представляли собою твори мистецтва. Ними прикрашали будь-яку кімнату, кілька обертів за водним пристроєм, і ви насолоджуєтеся красивою музикою. Скринька для прикрас завжди була атрибутом жіночим. Для сторонніх очей цей предмет представляв собою щось загадкове. Адже там могли зберігатися не тільки прикраси. Якщо згадати розповіді Бажова, то малахітова шкатулка взагалі була наділена надприродними якостями. Так вже сталося, що скриньки для прикрас досі залишаються актуальні, навіть у наше століття. Чоловики всього світу навіть не здогадуються, купуючи своїм паночкам квіти, цукерки, косметику або скарбнички, що музичні шкатулки стануть найкращим презентом. З їх допомогою можна прокласти шлях у серце будь-якої дівчини. І не потрібно думати, що дами лише 100-200 років тому мліли від цих чудових пристроїв. Насправді музична шкатулка може підняти настрій, прикрасити квартиру, розтопити лід після сварки та чимало функцій у такої чудової штучки. Так що не варто недооцінювати цей дивний винахід майстерних годинкарів. Така шкатулка може бути не тільки сховищем прикрас, але й предметом інвестицій. Чудова скринька від італійської компанії Calvani для ювелірних прикрас не залишить байдужою жодну любительку вишуканих речей. Шкатулка має безліч відділень для різних типів прикрас. Відділення з валиками для каблучок, два зручних відділення для дрібниць і виділення з кришкою. На внутрішній стороні кришки шкатулки розташоване невелике зручне дзеркальце. Також є висувні шухлядки внизу шкатулки. Шкатулка закривається хлястиком на магнітну кнопку і має зручну ручку. Внутрішня поверхня скриньки оформлена штучною замшою ніжного світлобежевого кольору, що надає їй шарм і вишуканість. Поєднання оригінального дизайну і функціональності зробить таку шкатулку практичним і стильним подарунком і предметом гордості її власниці. Отже, сьогодні я познайомила вас із чудовим витвором людства – шкатулкою, елегантною, витонченою, корисною приналежністю, яка ніби спеціально вигадана для зберігання наших маленьких радощів. А про її наповнення ми дізнаємось під час наступних зустрічей. Наша шкатулочка зачинена. Живіть красиво!